Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео интересная тема. Шарекс. Одна из лучших бесплатных программ записи рабочего стола и создания скриншотов. Итак, если вам требуется инструмент для записи видео с рабочего стола или окон программ, создание скриншотов и дополнительных действий над ними, такие как распознавание текста для учебных и рабочих целей, Шарекс. Возможно, одна из лучших бесплатных программ со всеми необходимыми функциями для такого рода задач. Итак, в этом видео мы расскажем вам о возможностях и функциях программы Шарекс, использовании программы и ее основных настройках. Итак, первый вопрос нашего видоса – использование Шарекс для захвата видео и изображений с экрана компьютера. Шарекс – полностью бесплатная программа с открытым исходным кодом, предназначена для десятой винды, восьмерки и семерки, интерфейс доступен и на русском языке. Для большинства пользователей разобраться с использованием функции не составит никаких проблем. Первое. После первого запуска Шарекс в главном окне вы увидите текущие настройки горячих клавиш для записи экрана или области экрана, а также создания скриншотов. Второй пункт. Доступ к другим опциям захвата. Например, запись видео в анимированный GIF или распознавание текста из скриншота вы можете найти в разделе «Захват». Третий пункт тоже довольно-таки важный. Итак, открыв пункт «Задачи после захвата», вы увидите, что именно программа будет выполнять сразу после того, как был сделан снимок экрана или записано видео рабочего стола. Выделенные пункты включены. Вы можете отключить ненужные пункты и выключить или включить требуемые. Например, если отключить сохранение изображения в файл и включить «Сохранить изображение в файл как», то при сохранении скриншота или видео будет отображаться диалог выбора места сохранения. Иначе все будет сохраняться в стандартную папку. Четвертый пункт тоже довольно-таки приятный. Это при желании вы можете настроить автоматическую загрузку файлов в облачное хранилище в пункте «Сервисы загрузок». Пятый пункт. В разделе «Инструменты» присутствуют полезные дополнительные функции, такие как простой встроенный графический редактор, генератор и расшифровщик QR-кодов, конвертер видео и другие полезные программы. Использование программы «Шарекс» не должно вызвать существенных трудностей, и любой пользователь способен будет разобраться с полезными функциями за сравнительно короткое время. Продвигаемся по нашему видеоролику. И среди настроек рекомендую обратить внимание на следующие параметры. Итак, зайдите в «Настройки задач», далее «Запись экрана», далее «Настройки записи экрана». И обратите внимание на пункт «Путь к FF-MPG». В данный момент он выделен красным цветом. Нажимаем «Скачать» и скачайте этот компонент. Он необходим для кодирования видео с экрана, а также используется во встроенном конвертере видеофайлов. В этом же окне вы можете настроить параметры экспорта видео. Для большинства задач, связанных с записью рабочего стола, уже установлены оптимальные параметры. Но можно поиграться. Двигаемся дальше. Следующее. Если после создания скриншота или видеоэкрана вам требуется автоматически открыть его в какой-то программе или выполнить автоматические действия, настроить это вы можете в пункте «Настройка задач». Далее идем «Действия». Отмеченные действия будут автоматически выполняться, если в пункте «Задачи после захвата» будут включен пункт «Выполнить действия». Следующая тоже полезная функция. В разделе «Настройки задач», далее «Загрузка», далее «Имена файлов» вы можете задать шаблоны для имен, скриншотов и видео. Доступные для использования в шаблонах параметры появятся в меню при нажатии в поле «Ввода шаблона». Следующая полезная функция. В «Настройках задач», далее «Захват», далее «Распознавание текста» можно изменить язык по умолчанию для распознавания текста со скриншотов на русский. По умолчанию здесь выбран английский язык. Идем далее. В разделе «Горячие клавиши» вы можете задать собственные сочетания клавиш для различных действий, добавить новые действия с новыми сочетаниями или удалить те, которые не используются. Тоже полезная функция. Но еще одна полезная функция – это в списке сделанных скриншотов и записанных вами видео вы в любой момент можете выполнить действия над ними, нажав правой кнопкой мыши по нужному элементу. Ну а теперь по окончании нашего видоса давайте подведем общую черту. Итак, мнение наше. Итак, для тех пользователей, которые часто работают со снимками экрана и видео с рабочего стола, Shara X может оказаться просто отличным инструментом. Смело могу рекомендовать к использованию. В случае, если скриншоты вам не так часто требуются, но нужно более широкие возможности записи видео с экрана, ну надо смотреть тогда на OBS, нашу родную студию. Скачать Shara X можно с официального магазина Windows 10. Оптимальный вариант, если у вас именно эта версия системы, 10-я наша любимая винда. Либо с официального сайта, ссылочка будет в описании под нашим видео, где доступен как установщик, так и портабл-версия программы, не требующая установки на компьютер. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.Про Я думаю, данная информация принесла вам пользу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нажимайте на колокольчик. С нами будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok